За парты учителя 33-й гимназии садятся по четверо, объединив для этого два школьных стола, осваивают сингапурскую методику. То, что позже будут предлагать своим ученикам, сначала проверяют на себе. Так вот, это так называемый метод углов. В Сингапуре школьники, выполнив задание учителя, сначала рассказывают, как они это сделали, однокласснику, что сидит напротив, а потом соседу. Это работа в команде, сотрудничество и открытость. Когда каждый имеет право на высказывание своих мыслей и не ждет, скажем, за это каких-то там позицияний. То есть он свободен, его проправят просто в спокойной, дружелюбной обстановке свои же одноклассники. Действительно это классно. Подать материал так, чтобы школьник не просто выслушал тему из-под палки, а после урока или сдачи теста забыл, а смог потом воспользоваться им в реальной жизни, понимать, рассуждать, применять основу сингапурской методики. Для этого, например, на уроке математики, прежде чем решать задачу, дети рисуют модель проблемы, поставленной в ней. На математике мы стараемся найти золотую середину между конкретикой и абстракцией, в отличие от западной школы, например. Мы используем визуализацию, рассуждения. Так понять этот непростой предмет легче. Все просто, очевидно, а главное – эффективно. Сингапурцы хорошо проявляют себя на международных образовательных конкурсах. Их девиз – учить меньше, узнавать больше. Своими приемами зарубежные тренеры обменялись педагогами округа. Например, мы зачастую используем физмилотки, а здесь же мы можем использовать какой-то прием, который нам дает в это время и материал повторить, и в то же время и размяться. Кое-кто из педагогов старой школы заметил – похожие подходы использовали еще в советские времена. Разница лишь отношения к личности учителя. Тогда был очень учитель, то есть строго его слово «закон». И ученики многие просто боялись учителя и боялись его авторитета. А сейчас я считаю, что дети должны именно не бояться, а уважать учителя. И личность учителя должна им быть интересна. Его интеллектуальные способности, умение общаться с детьми, умение их зажечь. Семинар продлится два дня. За это время участники узнают, как сингапурские учителя управляют классом, почему английскому учат исключительно на английском языке и многое другое. А кто хочет еще со мной поделиться? А после новшества ждут учеников 33-й школы. Их педагоги проведут уроки в своих классах немного иначе, чем обычно. Жанна Лавянникова, Андрей Капустин. Информационная программа «День». Уважаемые коллеги.